Ремонт, громкая музыка, звуки телевизора. Шуметь можно только в определённое время. Режим о тишине определён законом, согласно которому спокойствие соседей нельзя нарушать в будни с 22 до 7 часов утра. В выходные дни тишину необходимо обеспечить с 23 часов до 10 утра. В обоих случаях ремонтные работы надо остановить уже после 8 вечера, а также ежедневно с 12.30 до 15 часов. Вышел в подъезд и орал во всё горло, но всё равно не помогал. Не знаю, как решать такие проблемы. Такие проблемы очень тяжёлые. Люди разные, и поэтому подход может быть разный. Нет, никогда. Всё тихо себя ведут? Да. Нет, у нас такого нет. У нас чистый подъезд. Все пенсионеры живут, рано ложатся спать. Нет, не сталкивались. Мы живём в частном доме, и у нас нет такого ничего. Режим тишины распространяется на многоквартирные дома, дворовые территории, помещения территории, медицинских, образовательных, реабилитационных, оздоровительных организаций, садовые и дачные земельные участки. На территории области не допускается совершение действий либо бездействий, повлекших нарушение тишины и покоя граждан на этих объектах, выразившиеся в том, что в громких звуках, пении, использовании музыкальных инструментов, естественно, производстве ремонтных, строительных или погрузочно-разгрузочных работ, использовании на повышенной громкости звуковоспроизводящих или звукоусиливающих устройств, в том числе установленных и в транспортных средствах. К нарушению режима тишины относится и то, если человек не предпринимает мер для отключения сигнализации. Ограничения распространяются и на использование пирогтехнических средств. Исключение только в новогоднюю ночь с 22 часов 31 декабря до 3 ночи 1 января, а также на День Победы с 21 часа до полуночи 9 мая. Нарушители тишины и покоя привлекают к административной ответственности. «За шум в неположенное время грозит штраф. Гражданам штраф от 500 рублей до 2000 рублей. За первое нарушение, за повторное нарушение данный штраф уже от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц первое нарушение от 1000 до 4 за повторное от 4 до 15 тысяч рублей». Для юридических лиц штрафы выше. За прошлый год сотрудники УВД зарегистрировали порядка 80 случаев нарушения тишины. Из тех, кого штрафовали, один повторник. Чтобы отказать факт правонарушения, граждане могут вызвать наряд полиции непосредственно во время самого события, сообщить участковому или записать видео или аудиофайлы и приложить к заявлению.